Мечты сбываются. Теперь это точно знает Алена Горельчик. После коронавирусной паузы она наконец-то поехала на соревнования по велоспорту. В Мозыре и Наровле прошел чемпионат Белоруссии. Живописная холмистая местность. Для зрителей красота. Для спортсменов трасса с крутыми подъемами дополнительная работа. Алена отправилась в командировку не столько для вялого повествования о результатах. Она оценила вкус чемпионского шампанского. И сегодня с помощью операторов Ивана Мартыновича и Евгения Нитова покажет велоспорт изнутри. Деревня Нагорная в 6 километрах от Мозыря. Последнее приготовление перед стартом. Загрузить воду и питание, подкачать колеса, прикрепить номера. Командное собрание. Посторонним сюда вход запрещен. Без пяти минут два все на позитиве. Как будто впереди не 174 километра красивой, но очень сложной трассы. Так белорусский велоспорт вышел из карантина. Вы знаете, ну как сдержать птицу от полета, да? Нам же нужно все время куда-то ехать. С нагрузками, с которыми справляются велосипедисты, не справилась наша аппаратура. Петличка вышла из строя, поэтому заранее. Прошу прощения за качество звука. Чемпионат страны по срокам совпал с Олимпийскими играми, если бы, конечно, они состоялись в этом году. Так получилось, что национальный старт собрал действительно всех сильнейших. За исключением разве что Алены Амелюсик, которая уже в составе своей немецкой команды начала сезон в Испании. Причем успешно два попадания в топ-20 гонок первой категории. Пропустил разделку, но прилетел на групповую гонку Александр Рябушенко. 11 кругов за городом, еще пять по улицам Мозыря. Вслед за велосипедистами на маршрут выезжают и технички, специальные машины сопровождения. У каждой команды она своя. Подвести питание, заменить колесо в случае прокола или как можно быстрее устранить любую другую поломку в гонке их главная задача. На один из кругов место в такой техничке занял и наш оператор. В тонкостях велоспорта помог разобраться Евгений Гутарович. Сам в прошлом известный велогонщик, сегодня работает в велоклубе «Минск». Преимущество отрыва перед группой 1 минута 13 секунд. Зачастую происходят проколы колеса. Завалы у нас часто бывают, поэтому завалы не предсказываем. Можно как велосипед поломать, так и спортсмена поломать. Так у нас опять какой-то прокол. Сейчас посмотрим, что там у нас. Королёк, кстати, либо информацию получает, либо питание, либо водичку. Но за водой или гелями спортсмены могут обращаться не только к машинам сопровождения. По трассе в строго установленном месте располагается пункт питания. Причем, если лидер команды во время гонки не успевает взять ту же воду или изотонический напиток, ему бачок подвезет Грегори. Сейчас стоим на подъеме, у них скорость немножко ниже, а так вот руку вытянул, передал и все. Да, конечно, четыре гонщика в отрыве, номер четыре, номер десять, двадцать три, пятьдесят восемь. Рации у нас, кстати, запрещены, поэтому у нас только есть рации, связь с судьями. Но связи с гонщиками конкретно у нас не существует на данный момент. Эти рации можно одевать и ездить только на гонках. По турах. Спортсмен остановился в туалет, в общем-то, по нужде. Да, получается так, что некоторые спортсмены умеют делать на ходу. У меня, в частности, я всегда это делал на ходу. Получалось у меня... Более четырех часов интересного, но коварного маршрута. Высокая скорость за городом и боковой ветер, где было важно сэкономить силы, ведь впереди последние 25 километров по Мозырю. А там множество подъемов и спусков с поворотами. Грамотно распределить силы удалось не всем. Первым на финише оказывается Евгений Соболь. Для Бресского велогонщика Минска это второй подиум подряд. Всего же у Евгения за карьеру пять чемпионских титулов. Здесь он побил рекорд своего тезки Гутаровича. Так что эта победа для Соболя стала особенной. Вторым доехал Александр Рябушенко. Почетная бронза у Евгения Королька, который двумя днями ранее оформил чемпионский титул в разделке. Дело в том, что Евгений Соболь мой сокомандник. Возможно, у меня были силы сегодня победить, но есть командная еще работа и велоспорт. Командный вид сегодня победа в Голубинске. И, в принципе, не отдавали свои физической формы и своими результатами. Если мужчины стартовали после обеда, то девушке с утра дистанция здесь была короче, но трасса аналогична. Среди велосипедисток затесалась и конькобежка Марина Зуева. Для того, чтобы как-то иметь соревновательную деятельность, конкуренцию, интерес. Я люблю участвовать в соревнованиях по велоспорту. Эта атмосфера мне очень нравится. Да, у нас подготовки часто есть соревнования. Но золотой дубль в этом году, впрочем, как и в прошлом, сделала Татьяна Широкова. Первое поздравление, как всегда, от дочки Теи. Впрочем, как и победы, в первую очередь, для нее. После финиша спортсменка признается, это место для нее особенное. Ведь в Мозыре когда-то случилась и ее первая неудача. Здесь когда-то проходили юниорские, как УДМ сейчас называют, а я тогда еще была совсем маленькой девочкой, и меня допустили, разрешили стартовать. И я перед финишем уехала в отрыв со старшими, попыталась. И тогда у меня в самую большую гору, здесь есть самолет, тогда было. У меня буквально за 300 метров до финиша свалилась цепь. И меня прошла группа, и тренер сказал, что еще не твое. Главное отжиматься. И тогда ты все сможешь. Я после того отжималась от тень. А потом я приезжала каждый год, и каждый год приезжала в отрыве. И все года я выигрывала здесь уже. После награждения традиционный душ из шампанского победителям сегодня можно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok